И мы возвращаемся к актуальным событиям на финансовом рынке. В нашей студии Олеся Ласточкина, старший финансовый советник представительства финансовой группы QBF в Уфе. Итак, Олеся, Центробанк на прошлой неделе вновь снизил ключевую ставку. Скажите, пожалуйста, как это событие отразится на уровне инфляции на ближайшее время? 25 октября индекс московской биржи незначительно снизился после достижения нового исторического максимума днем ранее. Комитет по денежно-кредитной политике России принял решение снизить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов до 6,5% годовых. Регулятор отметил, что на краткосрочном горизонте дезинфляционные риски преобладают над проинфляционными. Поэтому на одном из ближайших заседаний ЦБ оценит целесообразность дальнейшего смягчения политики, несмотря на то, что представители комитета высказались за постепенное изменение ставки. Они не исключили ее еще более быстрого снижения, если это будет необходимо. Также ЦБ понизил прогноз по инфляции в России на конец текущего года с 4,4% до 3,2-3,7%. В первом квартале 2020 года инфляция может опуститься даже до 3%. Сургутнефтегаз по итогам прошедшей торговой недели поднялся на 8 место по рыночной стоимости среди всех российских компаний и снова оказался среди лидеров роста. В пятницу котировки продолжили расти, обновляя рекорды, хотя очевидных новостей для такой динамики не было. Лидерами роста по итогам торгов России также стали Транснефть и Московский кредитный банк. Среди аутсайдеров отметились Интерао, трубная металлургическая компания и X5 Retail Group. Американские котировки оказались в плюсе благодаря позитиву в торговых переговорах между США и Китаем. Индекс S&P 500 снова приблизился к историческому максимуму. Intel Corporation отчиталась о рекордной квартальной выручке на уровне 19,2 млрд долларов. Результаты оказались лучшие ожидания рынка и по итогам торговой сессии акции Интер взлетели на 8,1%, до 56 долларов и 46 центов за бумагу. Среди аутсайдеров отметились Coca-Cola, Boeing и Procter & Gamble. В пятницу нефтяные котировки отметились ростом третий день подряд. Рынок черного золота поддержали данные о количестве буровых установок в США. Рубль показал разнонаправленную динамику по отношению к доллару и евро из-за снижения ключевой ставки ЦБРФ. Доллар укрепился к евро и иене за счет позитивных новостей о ходе торговых переговоров между США и Китаем. Олеся, спасибо большое за вашу экспертизу. Я напомню, что в нашей студии была Олеся Ласточкина. Олеся Ласточкина. Олеся Ласточкина. Олеся Ласточкина.